так всем привет мы потихонечку все подключаемся немножечко потянем с вами время чтобы подключились максимально все кто хотел сегодня будет с нами на эфире кто уже подключается буду рада если вы поставите плюсики если меня хорошо видно и слышно как-то маякните мне что у нас нет никаких неполадок технических так у меня тут будет еще 2 телефон я параллельно буду следить за чатом то есть если будут возникать какие-то вопросы чтобы я могла их увидеть кстати также можете написать пока мы еще ждем до немножечко всех подключающихся из какого города лично мне очень интересно так сказать посмотреть географию нашего эфира сегодня лично я нахожусь санкт-петербурге так что пишите кто из какого города плюсики посыпались очень здорово рада что у нас со связью все хорошо что нас видно слышно донецк тоже спб минск поздно те кто подключаются также сообщаете хорошо ли видно слышно плюсиками галочками как вам удобней смотрите я потихонечку начну пока все подключаются я прочитала просто начну с каких-то организационных небольших вопросов да у меня здесь также будет план чтобы я ничего не забыла вам рассказать информации достаточно много сейчас скажу какая у нас с вами будет тема тема будет очень интересная вообще эфир у нас не первый о иваново смотрю здорово на странице нашего марафона будет он сохранен надеюсь никаких технических палаток не возникнет я на своих эфирах всегда советую брать блокнот и ручку потому что информации много возможно будет что-то интересно что вы захотите записать чтобы не забыть чтобы было потом где подсмотреть поэтому обязательно на мой взгляд запаситесь ручкой и блокнотом так во первых вы быстрее запомните и на дольшее количество времени это останется в ваших головах по возможности я буду отвечать на все вопросы которые будут в чате поэтому обязательно пишите и задавайте буду стараться развернуто на все эти вопросы отвечать так ну что еще подождем будем потихонечку начинать наша тема сегодня это выбор оборудования для мастера перманентного макияжа мы сегодня разберем с вами что такое длинноход что такое короткоход что такое вылитый ход иглы это на самом деле вопросы которые просто бомбят все мои социальные сети как настроить вообще вольтаж под вашу руку по скорость вашего штриха мы сегодня об этом обязательно поговорим поэтому запасайтесь вопросами буду на все вопросы отвечать ну что давайте потихонечку начнем те кто присоединился потом посмотрят и присоединиться потом посмотрят в записи для начала давайте поговорим вообще о том какое оборудование для работы нам потребуется да немножечко конечно примитивно но все таки начнем с вами с простого это конечно же да блок питания в данном случае у меня это critical atom x это естественно аппарат о форм-факторах о ценовом сегменте мы обязательно поговорим ну и это конечно же основной это наша иголочка это либо модуль да либо и гладью за здесь кому как комфортнее работать прежде чем начать говорить о самом интересном это наших аппаратах я пару слов скажу вообще в принципе о блоках какие блоки бывают блоки у нас бывают бюджетного сегмента я думаю ни для кого это не секрет и бывают блоки у нас сегмента премиального если мы говорим о бюджетных сегментах то это могут быть драгон хавка это у нас линейка маста что у нас там еще может быть да это в основном производство к ндр и ну по-русски это китайское производство сайты алиэкспресс как правило их стоимость это до двух тысяч рублей если мы с вами говорим о премиалке то это кричка латом x это блок defender кстати который вышел недавно на рынок это могут быть блоки шаен блоки влад влад кстати российского производства как правило их стоимость где-то до двадцати тысяч рублей конечно они будут отличаться какими-то да техническими составляющими материалами которые используют но лично я в своей работе выработала два правила первое ваш блок питания неважно какого ценового сегмента должен быть не менее 2 ампер чтобы вы могли комфортно и бесперебойно работать с вашим аппаратом в паре с вашим блоком и второе правило если к примеру вы работаете на аппарате бюджетного ценового сегмента драгон хавк мастом и z ну все что можно приобрести до в официальных магазинах на алиэкспресс к примеру то вы можете использовать любой блок любого ценового сегмента если же мы с вами работаем на аппарате типа defender типа xion спектра типа шаен то лично я рекомендую все-таки в паре с этими аппаратами использовать блоки также премиального ценового сегмента почему дело в том что в этих блоках есть такая фишка до которая защищает ваш аппарат от горания при скачке электричества то есть бывают да такие моменты что вот в квартире там в студии не знаю вас просто взяли отключили там свет на три секунды то есть качатка электричество произошел и дело в том что если у вас бюджетный блок то очень велика вероятность что аппарат может сгореть почему моих коллег это происходило и не раз и я была свидетелем поэтому если вы работаете все таки на достаточно дорогостоящем аппарате на дорогостоящей машинке я бы все таки рекомендовала использовать соответствующие блоки ну просто будет жалко потерять такое оборудование блоки могут быть универсальными они могут работать как вот критика латам и забыл в котором я работаю работаю достаточно давно ни разу меня не подводил он универсально он может работать как с педалью так и без нее да вы можете пользоваться кнопочками колесиками которые есть на блоке есть блоки питания которые работают только с педалью то есть соответственно чтобы запустить ваш аппарат вам нужно подключить педали ну и соответственно нажимая ногой на педальку у вас включается аппарат есть ногой на педальку не нажимаете он не включается если к примеру вы там не знаю по ошибке по незнанию у вас компания не предоставила полное техническое описание блока да например и у вас это вы приобрели блок который работает только с педалью то есть выход это такая штучка эмулятор педали то есть вы его вставляете в разъем куда должна подключаться ваша педаль и можете спокойно пользоваться на блоке всеми кнопочками колесиками не используя при этом педали второй пункт о котором я бы хотела поговорить но тоже вскользь этом модуле дело в том что во первых у нас на марафоне будет спикер которая посвящать этой тематике достаточно развернуто будут они разговаривать во вторых на моем youtube канале есть ролик который посвящена данному тематике это конфигурация игл кстати еще один момент мы с вами так начали да так сказать из из воды в огонь до из огня воду я даже вам не представилась потому что так хочется вам много рассказать информации вообще об оборудовании что вот меня прям поперло если честно меня зовут яковлева ольга я действующий мастер и тренер да по перманентному макияжу также занимаясь татуировкой как я уже сказала есть и свой youtube канал я являюсь блогером там просто огромное количество роликов обзоров по оборудованию по блокам по модулям есть базовые уроки на тему обучения мастер перманентного макияжа с нуля поэтому обязательно подписывайтесь адрес ольга я п.м. по этому адресу вы можете меня найти во всех социальных сетях вконтакте в инстаграме youtube сайт то есть все мне привязано к одному адресу очень легко и просто меня найти так вот мы с вами остановились на модулях да на моем канале есть очень подробные ролик о том как использовать на каких зонах с какой кожей ту или иную конфигурацию диаметр заточку то есть есть очень подробный ролик вы можете в своем режиме удобном для вас его просмотреть сделать какие-то заметки если вам это необходимо я там подробно и рисую и показываю как та или иная конфигурация укладывают пигмент в коже поэтому если вам интересно то обязательно посмотрите единственное что я хочу сказать по модулям вы должны помнить что когда мы говорим о иголочке в процессе работы она ни в коем случае не вбирает в себя краску да не вбирает в себя пигмент она делает у нас лунки кожи и уже впоследствии когда иголочка возвращается в носику либо модули либо дюза тут уже повторюсь кто на чем работает краска в эту лунку на затекает как бы всасывается да и у нас остается такой пиксель это первый момент второй момент это конечно же удобство работы непосредственно ваше кто-то работает с модулями с картриджами да кто-то работает на игла дюза конечно у нас есть аппараты есть те что поддерживают именно модульную систему есть аппараты которые работают только на игла дюза но у нас сейчас если честно рынок настолько перенасыщен вообще оборудованием и всякими расходами материалами что вы сейчас можете с модульного аппарата перейти на иглу дюзу и с иглу дюзы на модульный поэтому здесь в этом вопросе конечно наверное уже на первый план встает именно комфортность вашей работы что вам удобнее белый какой модуль на столе на столе у меня defender конфигурацию честно не вспомню но это однозначно единица 1 рельм т скорее всего средняя за . так на чем мы с вами остановились я потеряла мысль так соответственно начал работу я ну так как у меня модуль на станет на столе наверное логично что я работаю больше на картриджной системе на мой взгляд она по крайней мере мое личное субъективное мнение удобнее комфортнее и стерильнее по всем свои и техническим характеристикам потому что предположим вы например работаете не только с единичкой но и с пучками вниз на 3 рель 5 рель магнуму флеты и примеру если вы работаете на губах с помадным эффектом не знаю хотите использовать для быстр более быстрого плотного прокраса соответственно какой то есть какой-то модуль с пучком с пучком логично что вам нужно будет все равно взять единичку чтобы проработать контур до чтобы закрепить из эскиз чтобы поработать с прикольным пространством потому что с пучком это сделать будет сложнее велика вероятность что вы просто выйдете за контур логично что вам нужно будет поменять до модули с единички потом на пучок и на мой взгляд гораздо удобнее это сделать именно с картриджа нежели с иглой дюзой если это еще барьерной защите если там еще нужно использовать что дополнительные резиночки это все нужно снять поменять заново зажать потратить время конечно убиваешь руку все становится легче но на мой взгляд при большом выборе оборудования расходных материалов я все-таки предпочитаю упростить себе немножечко жизнь поэтому лично я выбираю модульную систему так мы вопросов пока нет поэтому давайте поедем дальше а дальше мы с вами подошли к нашему интересному самому интересному вопросу это аппараты ход вылет иглы длинноходы и короткоходы ни для кого думаю не секрет кто с нами сейчас в эфире что по это в принципе у нас бывают двух типов это индукционные аппараты и роторные аппараты но конечно мастера у нас приманентного макияжа на индукции практически не работает но по крайней мере честно я еще ни одного мастера с индукции не встречала поэтому мы с вами будем говорить о роторах конечно же они по сравнению с индукцией имеет огромное количество плюсов это их вес гораздо меньшее количество там вибрации и меньше уровень шума поэтому конечно же с вами говорим о роторах они у нас также как и блоки могут быть более бюджетного ценового сегмента ну у меня в качестве примера маст на на да есть есть инкин на на от компании z это все у нас по-русски говоря до оборудование производства китай или как правило все это с официальных сайтов али с официальных магазинов на алиэкспресс если мы говорим о премиальном сегменте то это у нас могут быть шайена дашь оен thunder у меня в данном случае это может быть defender с есть у меня defender титанию которую я активно сейчас тестирую на татуировках и также есть кстати на все эти аппараты у меня опять-таки на канале ольга я пм обзоры почему полные обзоры на каждый аппарат на каждый блок который я сейчас вам демонстрирую примялки однозначно относятся конечно же xeon и спектра и xeon спектра с чтобы я хотела вообще в принципе до рассказать об аппаратах в принципе конечно мы с вами не будем говорить о каких-то глубоких так сказать технических характеристиках этих аппаратов потому что на мой взгляд каждый должен заниматься все-таки своим делом да если у нас возникают какие-то проблемы аппарат упала лишний шум на аппарат не работает у конечно лучше обратиться к специалисту который занимается ремонтом аппаратов и сможет скрыть моторную часть но есть моменты которые на мой взгляд мастер перманентного макияжа все-таки должен знать потому что это элементы которые все-таки влияют на нашу работу на то какую технику и вообще в принципе сам аппарат да мы выбираем в первую очередь я хотела бы поговорить на моторной части а именно об эксцентрике аппарата в данном случае мы возьмем все он с то скажите смотрите все он спектра с вот кстати о нем сейчас поговорю на его примере разберем данном случае все он спектра с моторная часть съемная эксцентрик находится вот он собственно говоря наш эксцентрик именно xeon спектра с у нас идет с двумя эксцентриками 1 и 1,8 миллиметра и 2,5 миллиметров то есть наш аппарат xeon спектра с является короткоходом о ходе короткохода в длинноходах я чуть-чуть попозже сейчас расскажу не во всех конечно же аппаратах мы с вами эксцентрик можем поменять но аппарат xeon это нам позволяют сделать я лично еще докупила эксцентрик 3,7 миллиметра чтобы его превратить длинноход что вообще такое эксцентрик да что нам дает эксцентрик этот элемент который движение нашего мотора превращает возвратно поступательный за счет чего у нас иголочка с вами двигается взад вперед на что еще у нас влияет эксцентрик он влияет на то насколько у нас мягкий или жесткий аппарат на это у нас будет влиять именно диаметр нашего эксцентрика в эту информацию сейчас либо запомните либо запишите мы к ней вернемся когда будем говорить о ходе и вылете иглы по xeon что могу сказать ну я работаю на самом деле на нем достаточно давно меня лично этот аппарат полностью устраивает единственное я больше люблю длинноходы на аппараты либо работаю на гибриде вот сейчас этот defender iron s связи с этими xeon спектра с и покупала дополнительный эксцентрик 3,7 миллиметра чтобы превратить ему длинноход пиксель он дает такой меленький из 3,7 конечно более хлесткий чем с аппаратом чем с эксцентриками 18 и 2 и 5 ну пиксели укладываю так как он превратился у меня в длинноход достаточно воздушно по вибрации по шуму ну на мой взгляд минимально ну к весу его вес у него насколько я помню сколько 135 по моему грамм где-то так но вообще в принципе я люблю аппараты вес которых больше 100 грамм не просто так лучше чувствую аппараты кожу и у меня кстати на youtube канале есть полный обзор спектры и xeon классического поэтому вы можете посмотреть повторюсь ольга я пм если уже у вас останутся какие-то вопросы вы можете их не задавать и в директ и и можете написать в комнатах к этому обзору к этому ролику вторая второй элемент технический о котором я хочу обязательно поговорить это толкатель в нашем аппарате это тоже элемент очень важное о котором мы должны с вами знать что это вообще и что он нам дает грубо говоря в данном случае я хочу привести в пример шайен тандыр объясню почему потому что в шайене тандыр этот толкатель видно и мы можем выговоря на него посмотреть все толкатель спрятан мы с вами не увидим в данном случае в тандыре он выглядит вот таким образом он металлический он несъемный есть аппараты в которых толкатели съемные и полностью можно стерилизовать положить там не знаю дезинфицирующие растворы в данном случае снять его нельзя но мы также можем его продезинфицировать простилизовать там на салфеточку уберете дезинфицировать толкатель протерли да и ну это лучше чем ничего согласитесь что вообще толкатель нам дает толкатель это тот элемент который как раз таки толкает нашу иголочку до чтобы были чтобы она у нас вылетала из носика то есть наш эксцентрик превращает дает нашему мотору грубо говоря возвратно-поступательные движения которые идут в толкатель и толкатель уже этими возвратно поступательными движениями толкает а тут все-таки название толкатель на нашу иглу за вперед без этого толкателя он есть каждом аппарате ваша иголочка просто не будет работать следующий момент очень важный момент о котором я хочу поговорить и который влияет на выбор аппарата это конечно же держак держак в аппарате должен быть обязательно съемным если мы говорим о пенах ну возьмем в качестве примера xeon спектра с мотор на часть наш с вами держак ну давайте возьмем defender с тоже до съемный держак если мы говорим о г-образных аппаратах то там держаке как правило приобретаются отдельно то есть у вас будет отдельная дополнительная коробочка если мы говорим о шаленах то вы покупаете именно там мотор толкатель по сути вот одну такую маленькую часть держаке всегда идут отдельно гриппы если у нас повторюсь пен то он естественно сразу нас аппаратом он просто съемный и он же регулирует естественно вылет у нас иглы так вот почему у нас держак должен быть обязательно съемным потому что мы с вами должны его обязательно стерилизовать после каждого клиента после каждой процедуры если конечно вам удобнее использовать одноразовые держаки если это позволяет ваш аппарат то велкам вы поработали утилизировали если же такой возможности нет то держаке мы стерилизуем либо дезинфицирующих растворах либо в автоклаве что еще могу сказать есть компании производят не знаю на каком на стадии отключилась давайте снова начнем держаков до элемент нашего аппарата который мы также должны обязательно знать это держак в аппарате он должен быть обязательно съемным да если это п-образные он обязательно у нас должен откручиваться до конца чтобы мы могли его стерилизовать в нем соответственно в этом съемном держаке не должно быть никаких пластиковых элементов там резины каких-то там уплотнительных и так далее это должен быть чисто авиационный алюминий потому что мы впоследствии можем его стерилизовать и должны стерилизовать после каждой процедуры до после каждого клиента дезинфицирующими растворами автоклавом либо сухожар но что хочу сказать про сухожар есть компании производители повторюсь да кто не знаю слышал не слышал наши связи которые совсем не дают никакой информации относительно стерилизации своего оборудования это у нас как правило производство к ндр китайское оборудование dragonhawk и из этой их линейка маст и так далее здесь я конечно же опираюсь больше на свой опыт и на инструкции оборудования из премиального сегмента например если мы берем компанию defender у них есть официальная инструкция на каждых аппарат в которой они пишут что вы можете стерилизовать его либо автоклавии либо дезинфицирующих растворах либо в сухожаре но сухожар должен быть градусом по цельсию не более 100 если эта цифра будет превышать дозволенные то он может просто изменить цвет если например мы берем аппараты шайен то там как правило это толстая книжка инструкция прям сразу в комплекте причем на разных языках где они даже говорят об анестезии говорят о стерилизации оборудования чем можно какой процент раствора то есть там реально толстенная книженция которую я однозначно рекомендую почитать по крайней мере даже если у вас нет аппарата шайен и он есть например у ваших коллег друзей почитайте их инструкцию она действительно очень крутая если мы говорим например об инструкции xeon спектра с ноги и кстати можно найти перевод с английского в интернете там они говорят только один инфицирующих растворах и автоклавия сухожаре ни слова именно поэтому я сделала такие выводы что если компания производитель не дает каких-то конкретных указаний относительно сухожара то я бы сухожар использовать не стала так как он может просто испортить держать и соответственно испортить ваше оборудование я тут если честно сразу вспоминаю объявление которое свое время ходила в интернете несколько месяцев это было может будет полгода назад продавали аппарат xeon спектра по моему массе татуировки он естественно с ним работал дело какое-то определенное количество процедур но дело в том что сам аппарат был черного цвета до а держать был такого рыжего ржавого потому что он его стерилизовал дезинфицировал в сухожаре тем самым ну аппарат уже не того вида и на мой взгляд это аппарат который пришел в негодность держать конечно можно поменять но смысл тогда покупать но для этого должна быть определенная стоимость человека который продает свой аппарат с рук да с таким уже папу подпорченным скажем так держаком есть к сожалению аппараты у которых держаки несъемные например если мы говорим об аппарате я показывала да инкин на на от компании z у него держак несъемные а значит мы его не сможем простерилизовать и лично я бы на таких аппаратах не работала но и здесь мы потому что с вами сразу вспоминаем так сказать обучение историю перекрестное заражение да есть модули которые должны нас от этого защитить как заявляют компании все производители да там есть мембрана да это действительно так данному взгляд они более стерильные чем например и гладью за но а если мы вспоминаем данный пример про губы где мы поменяем с вами несколько модулей мы работаем с вами в перчатках которые метро трогаем пигменты вытираем губы сукровица жидкости этими же перчатками мы будем менять и модуль мы можем взять например за вот эту ножку положить на рабочую поверхность которая также может быть там в изене в дисках до пигментах жидкостью человека с которым вы работаете и потом будем ставить его обратно в аппарат в держак часто говорю отвечу на вопрос и соответственно уже однозначно держат нужно стерилизовать даже если никакие растворы непосредственно от самой до работы в аппарат не поступают вы уже потрогали там все грязными руками это грязно попало в аппарат в держак непосредственно от контакта поэтому на мой взгляд такие аппараты неприемлемые если честно я не очень понимаю аппараты из серии гиансан и гучи в некоторых кстати странах они вообще в принципе запрещены да у них держаки съемные но дело в том что внутри вот эти поролончики и какие-то непонятные расходные материалы которые якобы должны защитить человека до жидкости от перекрестного заражения лично на мой взгляд очень сомнительный и если же мастер все-таки очень ответственен то там нужно поменять просто половину аппарата но зачем тогда столько тратить на расходные материалы если можно причем гораздо дешевле приобрести оборудование там не знаю серия масна надо у которого просто снял бежать поместил в раствор как минимум на час и простерилизовал его без всяких каких-то там сложностей так давайте посмотрим вопрос же вам было того что его не мыли для раствора который горел сухожаре на ручке да возможно но в любом случае это некорректная стерилизация аппарата и я говорю что очень многие компании-производители но сухожар рекомендуют для своего оборудования я лично предпочитаю все-таки немного беречь свое оборудование и прислушиваться компании-производителям ну и последний момент о котором я бы хотела поговорить ну что входит у нас в какую-то техническую часть нашего оборудования наших аппаратов это уплотнительные кольца 1 и в каких-то парках и 2 в каких-то одно и как правило у нас идут в комплекте что касается срока и службы ну вот к примеру все инспектора с я на нем активно проработала буду два или три я уже честно говоря даже точно не скажу на уплотнительные кольца поменяла только недавно то есть это вот про срок службы непосредственно резина которые идут уже с аппаратом с скажем так с производства ну что давайте теперь поговорим о таком важном наболевшем вопросе это вылете иглы вылет иглы от иглы что это вообще такое и чем они отличаются вылет иглы это длина иголочки от носика когда она вылетает во время работы в исключенном состоянии есть все достаточно просто вылет иглы мы с вами можем регулировать по россии работают на вас по 10 что него можно простерилизовать ну вообще у мост по 10 съемный держак вы спокойно откручиваете держак и его стерилизуете в растворах в автоклафе все все достаточно просто мост по 10 у меня также есть подробный обзор я свое время на нем тоже работала и в перманенте и в мини татуировки у него все достаточно просто и понятно нам вообще никаких проблем так вот про вылет иглы вылет иглы у нас регулируется поворотом держака влево и вправо тоже все достаточно просто как же нам этот вылет иглы настроить вообще как правило эта характеристика указывается в описании аппарата но кстати не во всех еще один момент и есть естественно максимальный вылет у каждого аппарата до максимальные на что вы можете выкрутить иглу но хочу заметить что не всегда максимальный вылет не всегда на максимальном вылете будет подаваться пигмент иногда на аппаратах допустим может стоять максимальный вылетом четыре с половиной миллиметра но очень часто пигмент хорошо подается до комфортно работает там на вылете к примеру 3 миллиметра как же нам это понять как нам это установить все чтобы потом в процессе работы не было никаких проблем все на самом деле достаточно просто мы до того как начать работу если например особенно это новый аппарат вам нужно с ним познакомиться конечно же у нас все начнется с вами с латексного коврика ну либо линолеум либо апельсины либо там бананы свиная кожа кому как удобнее и мы с вами так настраиваем вылет иглы в том числе потом впоследствии вольтаж о котором мы с вами поговорим если к примеру вы поставили очень маленький вылет иглы для вашего аппарата то как правило рабочая поверхность будет вся заливаться пигментом краской аппарат будет просто плевать этим пигментом работать будет невозможно если вы например максимально вы если вы например вы вылет иглы поставите слишком максимально большой для этого аппарата то пигмент будет либо не поддаваться совсем ну то есть вы пудрите пудрите иголочка как бы латекс у вас цепляется ракует пигмента нет значит вылет слишком большой для нашей машинки нужно его уменьшать вы например уменьшили вы работаете пудрите чувствуете что пигмент поддается но сложно вам нужно чуть-чуть усилить нажим но дело в том что усиленный нажим нестандартно да для вашей вообще в принципе для работы первом мастера перманентного макияжа гарантирует нам засаженные брови значит это опять-таки не тот вылет иглы который нам необходим мы еще допустим чуть-чуть уменьшаем вылет иглы и вот мы с вами пудрим работаем и вот буквально от легкого прикосновения к нашему латексу у нас подается пигмент нам не нужно усиливать нажим у нас там красивый рисунок ну значит вылет иглы мы подобрали правильно вы вообще на самом деле когда начинаете работать особенно с новым аппаратом естественно вы можете там не сразу намотать глаз какой вылет иглы вам нужно поставить поэтому если вы вот допустим на латексе подобрали тот вылет который действительно подходит аппарату удобно комфортно на этом вылете работать вам возьмите просто линеечку не стесняйтесь и замерьте будут вылет иглы да вот расстояние от края носика иголки на которую эта иголочка вылетает вы также спокойно можете это сделать и первое время на процедуре когда вы настраиваете вылет иглы потому что на мой взгляд лучше это сделать сразу с линеечкой и потом просто запомните нежели тестировать это на ватных дисках тратить время не дай бог тестировать это там на коже клиента все на самом деле достаточно просто лично я когда только начинала я реально использовала линеечку и ничуть этого не стеснялась поверьте лучше лишний раз как говорится перебезить чем не доведеть что такое у нас ход иглы очень часто ход иглы и вылет иглы эти понятия путают и думать что это одно и то же но это не так если вылет иглы это настройка которую мы с вами можем менять мы можем ее там поворотом держака подстраивать под себя да под свою руку под комфортную работу то ход иглы это заводская настройка данную настройку мы с вами не можем изменить но если только в аппарате невозможно поменять эксцентрик как например все он спектра с да мы можем с вами поменять эксцентрик и тем самым изменить ход иглы что же такое ход иглы это амплитуда именно вот движение до нашей иголочки от точки а до точки b которая задается нашим эксцентриком то есть если к примеру у вас эксцентрик диаметр которого будет 1,8 миллиметра то значит и ход иглы у вас будет 1,8 миллиметра если диаметр у нас эксцентрика два с половиной миллиметра то значит и ход иглы у нас будет два с половиной миллиметра то все будет соответствовать. Если мы говорим о параметрах 1,8, 2,5, 3, то это у нас будет короткоходный аппарат. Если мы говорим о длинноходных аппаратах, то это у нас будет, как правило, от 3,7 мм и выше. Соответственно, диаметр эксцентрика у нас будет 3,7 мм. Если диаметр эксцентрика 4 мм, то и ход иглы будет 4 мм. Есть, кстати, также аппараты и гибриды, как, например, у нас, сейчас я найду, вот наш Defender S, у него ход иглы 3,5 мм. 3,6, 3,6 мм тоже будет гибридом. То есть он не короткоход, не длинноход, но это вот что-то среднее, на мой взгляд. Ну, тоже вот лично для меня удобно в работе. Я, честно, с короткоходами, повторюсь, работать не очень люблю. Я больше люблю видеть все-таки иголочку, которая, как она пудрит, как она кидает пиксель, и это, наверное, все-таки ближе к длинноходным гибридным аппаратам. Еще мы с вами, как помните, говорили по поводу хлесткости и мягкости. Как же на это влияет наш эксцентрик? Ну, соответственно, так как эксцентрик задает нам ход иглы, ход иглы задает именно нашу хлесткость. То есть, соответственно, чем у нас меньше ход иглы и меньше расстояние, которое преодолевает иголочка, значит, тем мягче она будет, потому что ей не нужно развивать большую скорость. Если у нас длинноход, то значит ход иглы у нас будет больше, а значит расстояние, которое должна преодолеть игла, ну, просто тупо больше, и ей нужно развить большую скорость. А значит и сила удара в конечной точке будет больше. И значит аппарат будет более хлесткий. То есть, как правило, длинноходные аппараты более хлесткие, чем короткоходные аппараты. За счет этого почему считается, что от длиннохода отек более вероятен, потому что больше силы удара, чем от короткоходного аппарата. Что мы еще можем с вами сказать, сравнивая короткоход и длинноход? Как это вообще отражается в работе и что нас, например, выбрать по ту или иную технику? Конечно, мы здесь с вами не забываем, что аппарат это у нас не волшебная таблетка. Мы, конечно же, говорим о парной работе вашего поставленной руки, вашего штриха. Вообще, говорим о том, как вы можете работать с той или иной техникой. Но, зная, какой у вас аппарат, какие у него возможности, мы просто можем поставить определенные задачи для себя вообще, задачи для работы. Если мы видим ту или иную кожу, понимаем, какую технику нам нужно, ну, опять-таки, просто упрощаем себе жизнь, если так выразиться. В общем, если мы говорим о короткоходе, за счет того, что скорость, которую он должен преодолеть, иголочка, да, меньше, соответственно, он чаще за наш штрих, за наш мах ставит точечки. Значит, расстояние между этими точечками будет меньше, то есть между ними будет меньше воздуха, за счет чего на короткоходах быстрее делать помадный прокрас. Во-первых, потому что за счет этого он укладывает больше пигмента, он плотнее укладывает этот пигмент, ну и, соответственно, быстрее. За счет чего сейчас вот это наша популярная техника помадный прокрас в основном мастерами выполняется на короткоходах, потому что чем меньше проходов, тем меньше отек, тем меньше травматизация, а помадный эффект нужно прокрасить плотно, соответственно, короткоход, ну, либо гибрид, естественно, уложит это побыстрее, чем длинноход. Вот, есть, конечно, мастера, которые на длинноходах это уложат, но с короткоходом справиться слабче и быстрее, а если еще гиббы предрасположены, там, допустим, к отеку, да, к отечности, конечно, лучше выбрать короткоходные аппараты. Для перекрытий короткоходные аппараты будут, конечно, быстрее, потому что они быстрее, опять-таки, будут укладывать более плотный пигмент, там, классические стрелки карандашные, опять-таки, да, перекрытие на губах, в том числе, помадные прокрасы. Если мы говорим о длинноходах, за счет того, что скорость, которую преодолевает иголочка, больше, соответственно, точечек он будет ставить меньше, реже, и между ними будет больше воздуха за тот же мах, который вы, например, сделаете с короткоходом. Поэтому и укладка получается воздушней, потому что больше воздуха между вашими пикселями, то есть легкая гуалька, там, на веках, да, какие-то очень воздушные бровки, акварельные губы. То есть, если стоит, если у вас такие задачи, да, в приоритете, то, конечно, наверное, лучше выбрать длинноходные аппараты. Сейчас, кстати, есть еще одна такая фишка. На рынок вышел аппарат, я, правда, еще не успела его потестировать, ручки мои на него еще не дошли. Дефендер, это аппарат Руби, меня чем он заинтересовал, в нем целых 7 эксцентриков. На мой взгляд, это, конечно, очень прикольно. Это что-то, наверное, новенькое, потому что 7 эксцентриков дают вам 7 разных ходов углы. От самого, так сказать, короткоходного, да, до самого длинноходного аппарата. В чем еще плюс, эти эксцентрики, чтобы поменять, вам не нужно, как, например, в Spectre S, да, вскрыть моторную часть, достать ключики, которые идут в комплекте, там, поменять этот эксцентрик. В Руби эти эксцентрики меняются поворотом верхней части корпуса. У меня, кстати, на канале обязательно будут обзоры этого аппарата, так же, как и блока от компании Defender. Поэтому, еще раз говорю, обязательно подписывайтесь, поверьте, вы не пожалеете. Ну и что, и последнее, наверное, о чем я поговорю сегодня, когда мы говорим об аппаратах, это вольтаж. Тоже один из самых таких главных вопросов, которые просто бомбят, по крайней мере, у меня комментарии на канале, в том числе и в Директ, в Инстаграме. Как настроить вольтаж на том или ином аппарате, на том или ином блоке и так далее. Смотрите, сразу хочу сказать, что блок играет роли на выбор вашего вольтажа. Да, конечно, разные бренды, разные производители, бюджетные, премиальные, они будут иметь небольшое различие в амперности. Но оно будет настолько минимальное, что глобально как-то не скажется на выборе вашего вольтажа. Во-первых, вы, конечно же, ориентируетесь только на аппарат, потому что в зависимости от того, какой аппарат вы выбираете, у них есть минимальные и максимальные параметры вольтажа. Если мы, например, говорим о бюджетниках, не знаю, там, Маст, Нано, к примеру, у них вообще, в принципе, у аппаратов Драгонхавк, в том числе и линейка Маст, максимальный вольтаж, восьмерка, если не ошибаюсь, может быть, будут встречаться модели, у которых девять. Если мы говорим, к примеру, о Defender, Iron S, Onyx, Diamond, то у них минимальный запуск 3,5, максималка 10, то есть при этом они реально на 3,5, на 4 запускаются даже с модулями на достаточно жесткой мембране, в том числе и на Defender, да, у них достаточно жесткая мембрана, если сравнивать, например, с квадроном, у квадрона нам мягче. И, тем не менее, Iron S на четверке у вас пока. Да, звук есть. Видно, слышно, все отлично. Так, начнем еще раз. Относительно выбора рабочего вольтажа. Повторюсь, мы ориентируемся с вами в первую очередь на наш аппарат. Defender, как я уже сказала, у нас запускается, например, с 3,5 до и до 10, это его максималка, причем, Iron S реально запустится с 4, даже на модулях с жесткой мембраной, как, например, их модуль, да, опять-таки, компании Defender, без проблем вообще. Если мы, например, говорим об аппарате Cheyenne Thunder, то у него мощность максимальная вообще 12 вольт. И если мы его будем запускать, например, с теми же модулями Defender, то у вас он, поверьте мне, на пятерке не запустится точно. Если только у вас нет, например, как у меня на блоке Critical Atom X, такой волшебной фишки, как Jump Start, да, это, то есть, дает только толчок аппарату, чтобы он запустился. Если же, например, у вас этой фишки на блоке нет, чтобы запустить тот же Cheyenne Thunder с его мощностью на модуль с достаточно жесткой мембраной, вам нужно просто вольтаж увеличить, к примеру, до семерки, запустить аппарат, и уже когда аппарат во включенном состоянии, вы снижаете вольтаж до тех цифр, которые вам необходимы. Это, опять-таки, если мы говорим, да, о первом факторе выбора вашего вольтажа. Второй, конечно же, фактор, который очень важен, это просто скорость вашего штриха. Если вы штрихуете достаточно медленно, там, задумчиво и рассудительно, то не ставьте очень высокий вольтаж, там, выше 6 не ставьте точно, потому что вы брови, ну, брови, губы, стрелку, стрелку, конечно, нам и нужно, да, заполосить, скажем так, но на бровях, губах, вообще, в принципе, так все-таки делать не стоит, потому что, если мы с вами вспомним волосковую технику, чтобы нарисовать волосок, мы с вами что делаем? Мы увеличиваем вольтаж и снижаем скорость, тем самым очень-очень плотно, близко друг к другу, мы ставим пиксель наши точечки и получаем линию. Если же, к примеру, у вас, наоборот, очень большая скорость штриха, то очень низкий вольтаж не ставьте, потому что, скорее всего, у вас будет цепляться кожа, вы ее будете царапать, а пигмента как такового вы в кожу не положите. Естественно, вы кожу перетравмируете, по заживлению ничего не останется, будете ни вы недовольны, ни ваш клиент. Опять-таки, здесь мы с вами возвращаемся к нашему латексу и начинаем подбирать к нашей скорости, к скорости нашего штриха вольтаж. Ну, если, к примеру, давайте рассматривать, не знаю, опять-таки наш Defender Iron S, который запускается у нас с трех с половиной, да? Берем с вами латекс, берем наш аппарат, подключаем, ставим на минималку три с половиной. Аппарат запустился, начинаем с вами штриховать. Штрихуйте с той скоростью, которая вам комфортна. Не нужно подстраиваться под вольтаж. Вы должны понять, что вот я штрихую, мне комфортно, я получаю кайф. Если, к примеру, у вас там, не знаю, все затекает, рисунок получается грязный, у вас там либо там штрихи, получается, вместо пикселя, полосы, то значит, это не ваш вольтаж. Увеличивайте его еще на 0,5, там, до 4, и начинайте снова штриховать. И так делайте до тех пор, пока вы там не увидите красивый рисунок, красивый такой мелкий пиксель, да? Ну, может быть, пиксель чуть более крупный. Тут, опять-таки, все зависит от того, с каким аппаратом вы работаете. Чтобы не было никаких штрихов, запятых, и уж тем более там линий, да? Чтобы это была именно воздушная, легкая пудра. Как только вы получаете этот рисунок, значит, вы нашли вот ту самую золотую пару, цифры вольтажа и скорость вашего штриха. Потренируйте именно на этом вольтаже, там, еще раз на латексе. Попробуйте там, не знаю, рисовать брови, там, губы на том же латексе, линолеуме, там, на фруктах. И уже потом вы будете точно понимать, что да, это ваш вольтаж. Только таким образом вы можете его подобрать просто так, там, с неба эти цифры вам не свалятся. Повторюсь, что блок какой-то роли не сыграет. Если же ваш аппарат, например, работает максимально на восьми вольтажах, то, конечно, вы будете подбирать штрих, подбирать скорость, естественно, до восьми. Потому что, если работаете на вольтажах, которые больше, то, скорее всего, долго ваша машинка не протянет. Ни одна компания-производитель не будет рекомендовать вам работать на тех вольтажах, которые за пределами вашего аппарата. Лично я, конечно же, ну, лично мой рабочий вольтаж в среднем 5-5,5, причем на все зоны. Иногда, если очень сосудистая века, если, например, очень пористая кожа, очень толстая пористая кожа, то я могу снизить немножечко вольтаж и, соответственно, мак. Потому что, если скорость штриха, если, например, говорить о пористой коже, то там, конечно, очень сильно размашисто не поработаешь, особо не разгонишься. Там все как бы очень аккуратно, с более коротким штрихом. Иногда даже таким спиралькой я работаю на очень пористой коже, чтобы не заглубиться, чтобы там через эти поры и глади проскакивало. Если мы говорим о, например, коже, которая с микрорубчиками, там после какого-то неудачного удаления, либо, например, неудачного перманента, то там, конечно, вообще вы отдельно подбираете стиль работы. И, скорее всего, очень часто, кстати, это вообще может быть dotwork, то есть когда вы доточечно вносите пигмент, потому что на рубцованной ткани он, конечно, приживается гораздо хуже. Ну что, смотрите, на самом деле это все вот такое максимально основное, что я хотела вам сегодня рассказать относительно вольтажа, хода и так далее. А если у вас остались вопросы, вы можете их сейчас написать. Я с вами поболтаю, на них максимально развернуто отвечу. Смотрите, повторюсь еще раз, если у вас будут возникать какие-то вопросы впоследствии, вот не знаю, вы работаете, вот вам что-то все-таки стало непонятно относительно оборудования, модулей, вольтажей, хода и так далее, то вы всегда можете либо посмотреть информацию у меня на YouTube-канале. Возможно, у меня есть уже какие-то подробные обзоры. Если вы все-таки не нашли ответы на свои вопросы, то, конечно, вы можете написать либо в комментариях под роликами, можете написать в директе, в Инстаграме, в ВКонтакте. Я всегда на все вопросы отвечаю и всегда стараюсь помочь. Поэтому не стесняйтесь, пишите, всегда посоветую, ну, если смогу, да, если это единственная, речь не идет там о том, что нужно именно видеть, как вы работаете. Ну, потому что, конечно, ситуации бывают разные, онлайн не всегда можно на все дать какие-то точные ответы. Да, на Xeon S есть такая настройка, да, действительно, я вам сейчас ее покажу. Вы можете сделать либо более жестким аппарат, да, либо более хлестким, либо более мягким, хард и софт. Я, честно, работаю на серединке. Как будто что-то между. Я не люблю прям при этом очень жесткие аппараты, но и как бы очень мягкий я тоже режим не ставлю. Я ставлю так, на серединку. Если вы, допустим, привыкли к хлестким аппаратам, то, конечно, максимально хард выкручиваете и работаете. Но, на мой взгляд, очень хлесткий режим не всегда подходит для всех работ. Если, например, очень сосудистая века, тонкая кожа, то там, конечно, лучше ставить либо что-то между, либо все-таки максимально мягкий, потому что очень хлесткая история, она может разбить века. А если сеглой 1рель, переходим на 3рель. Что с вольтажом делать? Да, по сути, ничего не делать. Я работаю, когда в перманенте. Конечно, если мы говорим о мини-датуировке, то там вообще, в принципе, у нас все начинается в 3рли. И, конечно, я там минимум ставлю вольтаж 7-ку, там 8-ку, если мы говорим о контурах вип-шейдинге. Я, в принципе, также вообще остаюсь на 7-8 и спокойно работаю. Если мы говорим о перманенте, я также 5-5,5 ставлю пучок и спокойно себе крашу. Вообще никаких проблем. Также и века в том числе. Я ставлю спокойно пятерку и могу прокрасить на тройке, допустим, 3рель, 5 вольтами с жесничком. Вообще без проблем. Если ваш аппарат тянет пучки, то я вольтаж, как таковой, не меняю. Потому что есть, например, аппараты, которые большие пучки не потянут. Вот почему я сменила, к примеру, маст по 10-й. Если мы говорим о какой-то небольшой мини-татуировке, ну там, не знаю, в пределах 5-10 сантиметров, и она там не цветная, а черно-белая, то он справится в легкую. Там 3рель, 5рель, 7рель, какие-то маленькие магнумы. Если мы говорим уже о каких-то более больших историях, где нужно взять побольше пучок, где нужно взять больше работы, и уж тем более цветных, то лично, на мой взгляд, маст по 10-й цветные татуировки, с большими пучками не тянет. Именно поэтому у меня сейчас Шейн Тандер, и у меня Титанию Монт Дефендер. Спасибо за ответ. Спасибо вам за вопросы и вообще за активность. Прошу, конечно, прощения, что мы сегодня два раза вылетали, пропадал звук, но надеюсь, у нас все эфиры сохранятся на странице организаторов. Пропасть ничего не должно. Ну, смотрите, если вопросов больше не осталось, краснота на второй день после ПМ бровей. КОЖА ТРАВМАТИЧНОЯ. Ну, смотрите, здесь на самом деле может быть много причин. Во-первых, что клиентка ваша делала, насколько она правильно ухаживала, протирала ли она зону, как полагалось, мазала ли она ее чем-либо. Во-вторых, что касается аллергии, если предположить, я вообще аллергию именно на пигменты в перманентном макияже еще ни разу не встречала. Поэтому, в первую очередь, спросите ей, что она делала, как она ухаживала. Пусть она пока протирает хлоргексидином, к примеру, и соблюдает постуход, который вы рекомендовали. Если эта краснота не сходит, мы с вами не врачи, иногда очень часто может совпасть процедура с тем, что она съела, попила, куда-то сходила и так далее. И она не всегда скажет вам правду. Поэтому, если это вдруг все-таки не прошло, ну, здесь тогда только обращаться к врачу. Ну, вообще, я говорю, спросите, как она ухаживала и чем протирала. Не перепутала ли она, к примеру, хлоргексидин с перекисью водорода, что, кстати, очень часто встречается. У меня, правда, у клиентов, к счастью, такого не было ни разу, либо они, по крайней мере, не признавались, но я знаю, что у коллег очень часто бывало, что сами клиенты путали хлоргексидин и перекись водорода. А от перекиси все может краснить, и при этом, конечно же, и остатков не будет. Поэтому уточните, что она вообще может быть делала с бровями. Если кожа действительно очень травматичная, ну, возможно, спросите, как у нее вообще проходят процессы заживления, там, не знаю, ранок, царапин и так далее. Может быть, это вообще специфика ее кожи. То есть, тут вариантов может быть. Что сказать, что можете сказать за машинку Rocket? Слушайте, на самом деле, по машинкам Rocket, у меня, кстати, тоже есть очень много обзоров на канале. Лично из всех Rocket, которые тестировала я, мне больше всего понравился Rocket 2. Вот честно скажу. Он мне чем-то, на самом деле, вот из бюджетников я бы, наверное, выделила, Mast Nano, который у меня здесь в примере, Rocket 2 и Mast P10. Rocket, кстати, достаточно достойный. Есть, конечно, у них, правда, такие тяжеловатые, именно там Rocket V8, есть там у них Rocket, где меняются эксцентрики, но вот честно, мне понравился у них самый простой, это 2. Он достаточно мягкий, он легче всех последующих, и мне лично с ним работать было гораздо комфортнее, чем с последними, причем, кстати, они по ценнику даже, по-моему, подороже будут. Поэтому Rocket, кстати, в принципе, неплохие. Говорю, зайдите на канал Ольга ЯПМ, у меня там очень много обзоров Rocket. Что скажете про индукционные аппараты? Честно, про индукцию не скажу вам по сути ничего, потому что, так как я мастер перманентного макияжа, я с индукцией, честно, не работала, а учитывая то, какой у нас сейчас рынок, и какие возможности, тату я делаю также на роторе. Ну, я не вижу смысла мучить себя индукцией. Простите, по индукции ничего не скажу. Аппарат Contour тоже, честно, не пробовала, но я видела, грубо говоря, его, ну, по крайней мере, внешний вид. Ну, честно, аналог Xiona спектра два сменных эксцентрика, пеннообразный, вот прям по виду даже чем-то его напоминает. Но, тестить не тестила, честно скажу. Ну, и так как у меня есть Xion, я, собственно говоря, не вижу особо в этом смысла. вообще, если честно, на свой так субъективный взгляд, аппаратом, как бы так выразиться, больше я все-таки предпочитаю аппараты от компаний и производителей, которые все-таки занимаются производством именно оборудования, расходных материалов для тату и перманента. Ну, вот как-то так, наверное. спасибо, Это вам спасибо большое. Краснота на второй день. Это мы все прочитали. Про контуры я ответила. Про индукцию я ответила и не ответила. Ну что, вопросов если больше не осталось, наверное, тогда будем завершать наш эфир. Я была очень рада, что вы все присоединились. Спасибо вам большое, что были со мной. Спасибо Сали не стоит заказывать. Я очень рада, сейчас отвечу на этот вопрос, я очень рада, что эфир был полезным. Я на самом деле очень старалась дать максимальное количество информации. Повторюсь, не пожалеете, подпишитесь на канал, там действительно очень много роликов. Что касается аппаратов Сали Экспресс. Все зависит от того, что вы хотите оттуда заказать. Все аппараты бюджетники, которые были у меня, которыми я работала, это аппараты с Али Экспресс. Официальных представителей компании Драгон Хавк и ЗЭТ у нас в России нет. Все аппараты, которые продают вам магазины, это аппараты, которые они заказывают на официальном сайте в Али Экспрессе, потом просто вам перепродают. Но кто-то с достаточно нормальной наценкой, а кто-то прямо наглеет по-сумасшедшему и продает их в 2-3 раза до рода, что волосы дыбом просто становятся. Поэтому не бойтесь заказывать аппараты с Али Экспресс. Хотите, напишите мне в Директ в Инстаграме, какой аппарат вас интересует. Я вам кину ссылку на официальный магазин, с которого я сама лично заказываю себе аппараты. Это такие же аппараты, как вы покупаете в городе, в каком вы живете. Это аппараты, повторюсь, которые не найти. Там просто вы находите официальный магазин компании Dragonheart либо официальный магазин компании EZ и уже там соответственно выбираете аппараты. Есть склады, которые непосредственно в Китае, соответственно доставка будет дольше, она может быть до 2-х месяцев. А есть склады уже сейчас в наше время, которые находятся непосредственно в России, допустим у нас в Санкт-Петербурге точно, и тогда доставка может вообще занимать несколько дней, недель, две недели. Поэтому не бойтесь заказывать аппараты с Алиэкспресс, поверьте, Dragonheart и Z и Mast которые вам продают они именно оттуда. И ниоткуда из другого места. Для начинающих на П-10 какой вольтаж подобрать? Опять-таки мы берем с вами латекс. П-10 но он запустится с четверки точно, опять-таки смотря какой модуль вы будете использовать. Включайте минимальный вольтаж и начинайте работать пудрить. Если чувствуете что вам некомфортно старайтесь этот вольтаж увеличивать. Вольтаж на котором работаю я это пятерка. Причем я и на масте по-десятом примерно так же работала. Я примерно так же работаю и на Defender и на Xion и на Шаение единственное могу чуть-чуть побольше поставить. Он помощнее но он все равно достаточно мягенько работает. Опять-таки в зависимости от того какой я беру аппарат лично у меня вольтаж не сильно меняется потому что я не работаю на каких-то сумасшедших цифрах которые могут выходить за дозволенные границы. Хочу руки попробовать заказать. Попробуйте закажите единственное поймите поэтому опять-таки возвращаясь к вопросу для начинающих на каком вольтаже тестируйте на латекс увеличивайте вольтаж штрихуйте все здесь будет зависеть скорости вашего штриха получаете красивый рисунок пигмент легко подается значит вы подобрали вольтаж который вам подходит но в среднем 4 5 5 с половиной пробуйте эти цифры на больших я бы наверное уже не рекомендовала работать они уже больше подходят для татуи волосковой техники rocket повторюсь попробуйте на канале посмотрите обзоры если вы начинаешь коробки 2 будет вообще отлично на мой взгляд достаточно достойный аппарат причем за достаточно бюджетные деньги почему капает пигмент с кончика иглы либо вы поставили очень маленький вылет для этого аппарата либо у вас очень жидкие пигменты здесь как бы опять таки вариантов может быть много попробуйте увеличить вылет иглы возможно это поможет спасибо так ребят ну что давайте тогда будем завершать наш эфир если еще какие-то вопросы пожалуйста 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 если еще какие-то вопросы у вас остались то вы можете мне их написать повторюсь в директ я обязательно всем отвечу спасибо еще раз большое за эфир спасибо что были сегодня здесь всем до встречи я думаю мы еще не раз с вами увидимся красивых вам работы благодарны клиентов